Денис, приветствую тебя! Привет всем! А традиционная встреча, обсуждаем рынки, техника, фундамент и подсвечиваем возможности для тех, кто следит за нашим совместным контентом. Сегодня интересная встреча, потому что, по сути, по горячим следам двух крайне важных фундаментальных событий, не только этой недели, а в принципе уходящего в год данных по инфляции в США, и заседание американского регулятора, итоги которого были подведены вчера поздним вечером. После отчета по инфляции, напомню для тех, кто не очень следит за фундаментальным фоном, была следующая картина, что инфляция в ноябре сильно просела с 7,7 до 7,1%, снизилась и базовая инфляция. Это позволило предположить, что американский регулятор по итогам как раз вот двухдневного заседания вчера должен был дать сигнал о том, что он планирует и дальше активно снижать темпы повышения ключевой процентной ставки, потому что уже есть очевидный прогресс в борьбе с высокой инфляцией, и нет необходимости уже создавать какие-то дополнительные препятствия для экономики, сдерживать, ограничивать потребительскую активность, чтобы пытаться как раз остановить рост цен. Я смотрел на этот фундаментальный фон довольно с однозначной точки зрения. Я был готов поставить на дальнейшее снижение курса американского доллара, если бы ФРС вчера просигнализировал о том, что все, хватит с повышением процентной ставки, или бы, например, дал нам возможность еще на парочке заседаний понаблюдать за повышением ставки, а потом он перешел бы к паузе и последующему снижению ключевой процентной ставки. Но все, что мы вчера услышали от Паула, это в целом риторика, которая была свойственна для регулятора на протяжении последних месяцев. То, что ставка еще не достигла ограничительного уровня инфляции, по-прежнему серьезный головняк для педрезерва и для экономики в целом. И если потребуется, то американский регулятор будет готов вернуться к прежним темпам активного повышения ключевой процентной ставки, потому что, в принципе, единственное, что сейчас интересует американский регулятор, это создание условий для устойчивого снижения инфляции. А об устойчивом снижении инфляции пока ФРС сделать выводы не может. То есть, по сути, вчера трейдеры, которые следили за развязкой эпопеи, потому что будет с долларом, не получили желаемого результата и ответа на вопрос, стоит ли индекс доллара уже шортить. Я согласен с точки зрения того, что при той риторике, которую мы услышали, у доллара все еще есть шансы на то, чтобы вырасти. И этот потенциал будет сохраняться ровно до тех пор, пока ФРС даст недостаточный, конкретный комментарий, не сделает заявление о том, что видит прогресс достаточным и нет смысла уже придерживаться прежней жесткой монетарной политики. Я сделал вывод для себя, что еще слишком рано разворачиваться по доллару. Индекс доллара сегодня, опять же, после заседания педрезерва, немного прибавляет. Демонстрация экрана. Перейдем. У меня как раз индекс доллара открыт. Котировки в районе 104 пунктов. И вот локально мы видим приближение активов к границе нисходящего канала. Очень рассчитываю на то, что все-таки индекс доллара сможет в ближайшей торговой сессии оказаться выше, потому что я думаю, что прежде чем можно будет окончательно поставить на снижение доллара, мы увидим неплохой откат. И я допускаю, что этот откат может быть даже в оставшееся время этого года в район 106-107 пунктов, чему бы и нет. Сегодня, поскольку ИЦБ, Денис, я предлагаю взвинуть на евро, этот инструмент точно будет сегодня в топе всех движений, и завтра все будут обсуждать именно итоги заседания Европейского Центрального Банка и как оно сказалось на движениях европейской валюты. Котировка сейчас 1.0637. Локальное снижение идет вслед за ростом курса американского доллара. Ну, между индексом американской валюты и парой евро-доллар, безусловно, очень высокая корреляция, поэтому здесь все более-менее понятно. Как евро может отреагировать на итоги заседания ИЦБ? По прогнозам ставку повысят, конечно же, так же, как и ФРС на 50 байсных пунктов. Это ниже, чем было в прошлый раз, потому что в прошлые два раза ИЦБ повышал ставку на 75 байсных пунктов. Но судя по тому, что инфляция снижается, в еврозоне это отметили многие представители ИЦБ, есть смысл замедлить темпы повышения ставки. Это решение ожидаемо, поэтому я думаю, что сам факт публикации ставки не вызовет серьезной волатильности, потому что все более-менее понятно. А вот пресс-конференция, которая состоится после уже оглашения решением по процентной ставке, пресс-конференция Лагарда, она как раз может внести дополнительные волатильности на рынок, добавить. И я очень сегодня рассчитываю на то, что ИЦБ впервые за долгое время сделает заявление о готовности начать сокращать баланс в 5 триллионов иен, накопленный в евро, накопленный за время пандемии. И если такого рода комментарии будут даны, то это как подтверждение ужесточения монетарной политики может стать причиной локального роста европейской валюты, хотя бы такого импульсного прострела в район 1.07. Кому интересен трейдинг с учетом определенного развития фундаментальных событий, я бы сегодня рекомендовал смотреть на уровень 1.06. Как бы это тот рубеж, куда можно будет забросить отложку байлимита с целями 1.07.1.07.50. И, соответственно, после того, как пройдет заселение Европейского центрального банка, уже на следующей неделе можно будет снова сфокусироваться на перспективах доллара, посмотреть, где будет индекс американской валюты и ответить уже для себя на вопрос, что делает долгосрочность европейской валюты. Краткосрочно сегодня я вижу потенциал роста евро только потому, что такое значимое фундаментальное событие. Если бы не было ЕЦБ, то евро я бы продолжал шортить, собственно, так же, как и покупая курсы американского доллара. Что касается золота, активный ампвал идет сейчас 1780 долларов за тройскую унцию. Опять же, доллар растет, повышается доходность американские облигации, золото снижается. Я на своих брифингах в начале недели давал рекомендацию попробовать до заселения Финдрезерва золото купить с целями 1810-1820 долларов за тройскую унцию. Эта рекомендация себя неплохо отработала, после чего я решил, что золото лучше пока не связываться. Поэтому фактически по золоту у меня никаких рекомендаций сейчас не будет, потому что я не вижу хорошей фундаментальной базы для принятия торговых решений. А вот что касается черного золота, скажем так, нефти марки Брэн, сейчас котировки 82-14. И здесь я вижу потенциал для дальнейшего развития роста в свете довольно назначенной фундаментальной картины. Это вступивший в силу потолок цен на российскую нефть, который, конечно же, потребует ответных мер в виде ограничения поставок из-за принципиальной позиции России, не сотрудничать с странами, которые поддерживают новую политику ценообразования. Потенциально это, конечно же, ограничить предложения. Еще новости, которые все еще актуальны, это перебой с поставками нефти через американский нефтепровод Кейс Тон. Соответственно, на Холде сейчас почти 650 тысяч баррелей экспортных поставок. И в качестве дополнительного позитивного фактора стоит отметить все-таки постепенный отказ Китая от политики нулевой терпимости к ковиду, смягчения ковидных ограничений, что в конечном счете, на мой взгляд, благоприятно скажется на восстановлении экономической активности. Есть, конечно же, фундаментальный фонд, который как бы нейтрализует этот позитив, а именно, например, рост запасов нефти США и плохая статистика по Китаю, которая вышла сегодня. Но, как я говорил на своем брифинге, мне кажется, что сейчас вот этот негатив, он не настолько сильен, чтобы нейтрализовать позитивный эффект от тех факторов позитивных, которые я обозначил. Поэтому я оптимист в отношении рынка нефти и жду, что Brent постепенно вернется в район 85 долларов за баррель и выше. То есть как бы рубеж 85-88 – это мое ожидание до конца этого года. Денис, слово тебе. Демонстрацию экрана включил. Значит, есть что дополнить, на самом деле, особенно вот по евро. Дело в том, что ожидание уже на следующий год, просматривая по акционам, смотрел на строй крупных рыночных участников, здесь очень хорошо на горизонте диапазон 1.09-1.10. Вот прям реально очень сильный диапазон с экспирацией уже следующего контракта, который аж в феврале будет экспирироваться. Да и не только на самом деле февральский, тут есть еще и блочные сделки, которые до середины следующего года. Это спредовая комбинация 6.09 – это 9 июня. В общем, есть потенциал для очень крутого роста, но я очень сильно сомневаюсь, что это будут текущие сделки. Дело в том, что вчера, ну, понятное дело, ПРС, как я уже здесь, в принципе, все сказал, касательно ставки дальнейшего денежно-кредитной политики, но там проскочил еще один такой нюанс, хотя я в него не верю, но все же. О том, что может быть на февральском совещании, они повысят на 75 базисных пунктов, то есть на 0,75%. Я лично в это не верю, мне кажется, рынок тоже не особо в это поверил, но тем не менее, как обычно это происходит, рынок живет слухами. Поэтому покупательных слухов продают на факторы. Сейчас нечто аналогичное. Поэтому по евро я лично все-таки вижу, да, в какой момент публикации ставки ЕЦБ будет у нас подскок вверх с достаточно большой вероятностью, то есть волатильность будет, но в перспективе все-таки мы знаем, что европейцы это те еще консерваторы и очень сильные консерваторы. Поэтому хотелось бы вернуть где-то вот в область вращения поддержки. Вот прямо очень бы хотелось этот диапазон, ну, примерно 1,05%, я бы сказал, 1,0470, 1,05%. Вот где-то в этот диапазон очень бы хотелось увидеть все-таки коррекцию по евро, а потом уже после этого можно будет говорить о добое выше. То есть добое это с перспективы уже на январь, на февраль следующего года. Я действительно вижу на 1,091.10. Он здесь вполне логично просматривается. В то же самое время поддержка здесь максимально сильная. Это в районе 1,0350, где-то 1,04 здесь вот именно по опционам. Но это будет актуально у нас до конца года, точнее до 6 января. Не знаю, как они там дойдут, не дойдут до этой зоны. Я ее на всякий случай оставляю, ну, мало ли. А самое близлежащее все-таки в районе 1,05 находится. Это очень сильный диапазон. Ну, здесь по множественным факторам здесь и контроль, маржинальная зонка. Но это как дополнительный фактор. Но больше я здесь все-таки смотрю, это на вращение. То есть есть очень классная область вращения. Она у нас выглядит, сейчас ее покажу, вот в таком виде. Вот она. И ее диапазон, сразу можно отметить, значит, 1,0480 в верхней границе и нижней в районе 1,0435 примерно, плюс-минус. В общем, диапазон реально классный, сильный. И если цена сюда сможет дойти, то именно отсюда я бы советовал покупать. Один, на счастье, я вижу, о чем ты говорил этот уровень. Ну, как по мне, он слишком близко. Это скорее уровень, который вот в момент времени может цена резко скакануть. Вот, но более стратегически я жду все-таки пониже. И то здесь как раз вот цена прямо сейчас на нижней границе от нее сейчас она пытается отрастать. Поэтому я лично склоняюсь к варианту, что отсюда мы все-таки увидим какой-то локальный внутренний отскок. Ну, хотя бы, я уже даже не знаю, честно, дойдут ли до верхней зоны, потому что сейчас вот протолкнули все ниже, ниже и ниже. Но если даже здесь будут неплохо корректироваться вверх, то самая ближайшая, это где-то область сопротивления, это 107-107,50 где-то в этой области. Поэтому я все равно все-таки за локальное укрепление доллара. И хоть и глобально уже доллар развернулся вниз, но локально, именно локально здесь есть еще маневры для коррекции. Так что хотя бы 107-50. Поэтому, собственно, и коррелируют это таким образом, что могут поглубже сделать. Так, по поводу золота. Значит, по золоту достаточно сильно вольнули вниз. Я, честно, здесь не успел ходить, потому что, ну, во-первых, тут неоткуда было продавать. Хотя я рассматривал именно продажи, но банально просто неоткуда было их открывать. Нужна была промежуточная зона продавцов, и от нее потом уже работать. Зону продавцов эту мы получили, но, блин, как? По поводу золота. По поводу золота здесь классная, действительно, создана зона продавцов. Причем зона очень красивая, очень сильная. Но мы видим, что цена решила без коррекции двигаться. Ну, вот такие вот сейчас ситуации. Либо без коррекции просто движутся, либо внутри флета распиливают. Поэтому, что есть, то есть. В общем, если будет коррекция, я от этой зоны продам. Если коррекции не будет, тогда буду вот от этой зоны рассматривать покупки уже к верхней, вот так. Поэтому внутри диапазона у нас общее движение происходит. И 1745-1760 для нас важная, значимая поддержка на поиск, которая самая ближайшая. Она здесь и контрольной маржинальной, она предпочеркивается, и накоплением с прошлого контракта фьючерсного взятого. Ну, и плюс опционная нижняя граница тоже на пользу очень близкого уровня 1740. В общем, здесь буду уже рассматривать по золоту. Если коррекции дадут вверх, тогда уже даже. Так, последний вопрос. Нефть, значит, по нефти я придерживаюсь того же сценария, о котором ты говорил, по поводу роста, но с маленькой погрешностью, что я все-таки хочу увидеть добой ниже. Дело в том, что есть в районе примерно 68-70, то есть, ну, это реально очень сильный диапазон, который и по технике, и по опционам здесь проходит. Потому что там, где цена отскочила, там, по сути, ничего не было. Ну, существенно, реально, там практически ничего не было. И затем уже пойти в гораздо более сильный рост. Я не исключаю, возможно, и не смогут сюда добить, и добьют там где-то на 72, но пока же, исходя из того, что... Вот, и по поводу нефти, значит, сейчас я все-таки больше за локальную еще добой коррекционизм. Дело в том, что с точки зрения вот долгосрока у нас, да, такое нисходящее движение, которое еще с марта месяца началось, и внизу очень сильная поддержка как раз находится в районе вот уровней там 62-63, но и также еще и промежуточная у нас есть чуть-чуть повыше, это в районе 68, то есть, это такая как область вращения. Сейчас у нас как раз цена подошла к близлежащему сопротивлению, вот его очень хорошо видно. Это область на торговке с прошлого фьючерского контракта, плюс еще контрольно-маржинальная зонка сюда попадает, и еще и, если накинуть канал, направленный на Миндис, то его верхняя граница, либо наше трендовое сопротивление у нас тоже усиливает сопротивление, которое сейчас будет оказываться на нефть. Поэтому я лично здесь пока что локально за продажи, а потом уже в процессе, да, действительно долгосрок за покупкой. Если смогут добить, это будет супер, потому что это максимально сильная зона, здесь же находятся нижние опционные границы на ближайшие, прям несколько возможно, и не добьют сюда вниз, и где-то на 72,5, потому что здесь небольшое вращение есть, конечно, зонка слабая, но хоть что-то. Небольшое вращение мог бы сюда где-то на 72,5 добить. Ты закончил, Денис? Денис, спасибо тебе за твои рекомендации. Следим тогда за развитием событий. Я думаю, что впереди много еще интересного, тем более, что никто не отменял возможность рождественского ралли до конца этого года, в три недели еще, можем что-то интересное увидеть. Ну и, соответственно, обсудим все еще раз через неделю. Спасибо тебе. Спасибо. 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 Спасибо.